Тринадцатая стагодзе А на заходе все большую мощь набирают рыцарь и крыженосцы Первые немецкие миссионеры ступили на Полоцкую землю в 1184 году И они высадились на берегу в устье раки Двина И попросили у князя Володши дозвол на хрещение залежных от Полоцка племенов Ливов Володша сгадзився, и латинская миссия на белорусских землях Пачалася в помным паразуменном с Полоцком В 1201 году бискуп Альберт закладая в устье Двины крепость Рыгу И он начинает активно вербовать пелегримов с Немеччины Не глядячи на мирные взаимные стосунки Интересы Полоцка и Рыги на прибалтайских землях начинают сутыкаться Крыженосцы, рыцары заходней Европы Удельники военных походов деля христианизации язычников Назва крыженосец заявилася от того, что рыцары нашывали себе на вопратку крыжи Подпорядковавши племены Ливам, Дылатгалам, рыцары взялися за хрещення эстов Коли тыя попросили заступництва Володши Полоцкий князь сгадзивши Причиной гэтага могло стать и тоя, что бискуп Альберт перестав передавать Полоцку Данину заливау У 1216-м годзе Полоцкий князь Збирая великое войско Усе уже было подрихтовано для походу, коли сдарилась Нечакана Только взошел на корабель, Володши Нечакана помирая Историки меркуют, что и он был отручен Найближайшим до Рыги Полоцким умоцованием был город Кукейнойс Его князем был Вячка В 1207-м годзе Вячка просит у Рыги военной допомоги супрец литовцев Это каштовало кукейнойскому князю половы своих земл А кроме того, с этого часу Кукейнойса находился отрад немецких рыцарев В 1207-м годзе дружина князя Вячки Нечакана нападая на отдел крыжаносцев Что стоял у Кукейносе Семнадцать рыцарев забили, троим удалось вратоваться утеками Вячка закликая Полоцкого князя исти на Рыгу Бо по его разликах, бискуп Альберт мусил у гэты час покинуть город Однако сустречные ветры затримали Альберта и той вернулся Доведавшись про великые силы бискупа, Вячка выращаясь спалить город и адысти у глубь Полоцкой земли Так крыжаносцы еще больше замасывали свой вплыв на подуладных Полоцку землях С этого часа над белорусскими землями заставалась и небезпека от рыцаров крыжаносцев Хоть часом взаимодносины усталевывались навод приязные Тем не менее, практически все влады великого князства литовского, админ Довга до Витовта Были вымушены змагаться с крыжаносцами Бородьба протягивалась с переменным успехом Найбольшезначные перемоги отбылся на озере Дурбе у 1260-м годе И под Псковом у 1322-м, 1323-м годах А крымя гэтга, палачаны брали у дел у битвах на Няве и на Чудском озере И гэтак працягвалася до 1410-го года 15 лепеня, 1410-го года под местечком Грунвальд Сустреліся войскі Тевтонського ордана і об'яднаная сіла Польщі і великаго князя литовського Гэтая бітва увайшла в гістору як одна з найбуйнейших у середньовечной Європе Войска ордану, якім кераваў великий магістр Ульрых фон Юнгінген Налічвала каля 27 тисячаў чалавек Армія была добра узброўна, ў тым ліку і гарматамі Мела багатый боевы досвід Об'яднаная войскі великаго князя литовського вітаўта і караля польськага Ягайлы Налічвали каля 31 тисяча чалавек Бітва скончилася паўным разгромам орданскага войска Загінули 18 тисяч немецкіх рыцарав, воиновы чалядзі Утым ліку і великий магістр Раз три дні спад Грунвальда Саюзные войскі накіроваліся на століцу ордана замак Мальбарк Однак двухмесячна аблога не прынесла ніякой корысти Спачатку Вітовт, а потім і Гайла Вымашіны были вернуцца да дому Хоць ордан і існаваў яшче нікатары час Однавіць булую моц ёнужу не змог Барадьба Веліка князства і польськага каралўства Стелтонскім орданам пратягвалася ўжо дипломатычными шляхамі Стелтонскім орданам пратягвалася ўжо дипломатычными шляхамі Стелтонскім орданам пратягвалася ўжо дипломатычными шляхамі Стелтонскім орданам пратягвалася ўжо дипломатычными шляхамі